Урок 21. Задача первая. Разложите на множители. Надо применить формулу разность квадратов. По этой формуле первый множитель будет а плюс b плюс b минус с. Это в первых скобках. Во вторых скобках а плюс b минус b минус с. А если отнять b минус с, то тогда будет в скобках минус b плюс с. Что в первых скобках? Давайте упростим. b плюс b – это будет 2b. Значит, в первых скобках а плюс 2b минус с. Во вторых скобках плюс b минус b взаимно уничтожаются. Сумма равна нулю. Значит, во вторых скобках а плюс с. Все, задание выполнено. На множители разложили. Задача вторая. Вычислить. Давайте вычислим устно, применяя формулу разность квадратов. По формуле. Значит, первый множитель будет сумма чисел 173 и 163. А второй множитель, во вторых скобках, будет разность этих чисел. Сумма этих чисел – 336, а значение разности 10. На 10 очень легко умножать. Надо приписать 0. Ответ – 3360. Задача третья. Решите уравнение. Следует применить формулу разность квадратов. И записываем х квадрат минус 16. Справа раскрыть скобки. Будет 4х плюс 4. Теперь можно отнять х квадрат и слева, и справа. Затем перенести 4х из правой части в левую, меняя знак на противоположный, а минус 16 слева направо, меняя знак на противоположный. Что будет слева? Минус 4х. Справа 20. Чтобы найти х, 20 надо разделить на минус 4. х равен минус 5. Задача четвертая. Решите уравнение. Здесь надо будет выполнить умножение многочлена на многочлен. умножаем. Будет 16х квадрат плюс 4х плюс 4х, это значит 8х, и плюс 1. Значит, вот что получится при умножении. Затем, вот здесь надо увидеть разность квадратов. То есть надо будет вычесть разность квадратов. 16х квадрат минус 1. Перед скобками стоит минус. Раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. Вот 16х квадрат и минус 16х квадрат. Единицу и единицу переносим слева направо, меняя знак на противоположный. Что получится? 8х равняется 48, х равен 6. Задача пятая. Верно ли утверждение? При любом натуральном n значение данного выражения делится на 12. Давайте выполним умножение многочлена на многочлен. 6n плюс 1 надо умножить на 6n плюс 1. Получится 36n квадрат плюс 12n плюс 1. Здесь тоже надо выполнить умножение n минус 1 на n минус 1. Получится n квадрат минус 2n плюс 1. Затем надо будет домножить на минус 2. Раскрыть эти скобки. Затем надо упростить. И получится вот такое выражение. 34n квадрат плюс 16n минус 1. Делится ли это выражение на 12 при любом натуральном n? При любом натуральном n не делится. Например, n равно 1. Что получится? 34 плюс 16 минус 1. 49. 49 на 12 не делится. Значит, данное утверждение неверно.